Всем привет, с вами Алексей Иванович, канале Синтекстрой. Сейчас я вам покажу вот здесь такого плана домик. Здесь у нас была произведена переделка, и я сейчас вам покажу пару инцепляров именно работ наших монтажников. Вот, и давайте подержим. Здесь вот переделывалось, получается, коллектор ставился, насос рециркуляционный фирмы Гэмфуз и группа подмеса. Вот, три контура теплого пола. Здесь изначально было просто без насоса, без трех ходовиков, без ничего, просто напрямую непосредственно уже от котла. Какая температура была наставлена на котле, такая же самая температура и заходила сюда. Вот эта вот часть переделывалась, вот. А здесь у нас получается закрыл вот дворя. Здесь видно, как бы, да? Здесь муфта, здесь, здесь пару частей муфт. Но я так понимаю, что здесь, наверное, тоже как бы изначально переделывалось. Почему? Потому что здесь стоит, вот, видите, видно фильтр. Он сейчас в данный момент стоит правильно. Вот, ну, такая вот сборка. И здесь, здесь, если видно, вот как делают наши монтажники. Так что, не всегда есть хорошие специалисты. Вот, и к этому вопросу нужно подходить щепетельную. И сейчас, как вы ребята поняли, у нас пойдет речь также о переделке. У нас сейчас вот такой вот танк-хаус. Сейчас мы зайдем и покажу, что мы будем там переделывать. То есть, если видно, уже демонтажные работы у нас были частично произведены. Вот такое количество у нас мусора здесь. Что мы будем здесь делать? Может, немножечко маловато цвета, но думаю, как бы здесь будет все вам в целом понятно. Здесь у нас стоит двухконтурный котел Bosch 6000. Мы будем его менять на одноконтурный. Почему так решили? Потому что здесь, получается, будет три этажа, будет три санусла. И, как вы сами понимаете, что вот именно при двухконтурном котле получаются такие небольшие неудобства в плане горячей воды. То есть, что вот решили, как бы, этот вот вопрос решить. Здесь изначально, как бы, заказчик уже был установлен вот этот котел. Никто с ними, как бы, не посоветовался. Вот. И сейчас мы будем вот эти вот моменты все эти решать. Поэтому мы, как бы, здесь и будем решать его, как бы говоря, проблемы. Здесь установили предыдущие мастера. Здесь коллектор. Коллектор для теплого пола. Здесь, видно, здесь стоит у нас виловский насос. Вот. Довольно неплохие эти насосы, как бы, ну, скажу с нашего опыта, за все время редко они попадаются, как бы, в ремонтах. И, ну, служат довольно эффективно. И никаких нареканий на них нет. Здесь, вот, если видно, вот так у нас идет здесь обратка. Заказчик сказал, с минимальными, как бы, затратами, чтобы это можно будет переделать. Сейчас мы будем устанавливать сюда вот такой вот котел. Это получается, так же сам плот, 7000. Это будет у нас одноконтурный котел. И еще будет ставиться вот такой вот бойлер. Бойлер подставленного нагрева на 120 литров. Он получается у нас напольный с верхним подключением к фирму Костел. Почему мы решили именно вот такой вот бойлер? Потому что у нас здесь, ты видишь, уже возлели, ребята, лестницу. Мы будем ставить его под лестницу, этот котел. И уже дальше будем делать всю разводку. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы подготавливаем. Здесь, ты видишь, вот, уже была залита полностью стяжка. Демонтировали всю эту здесь стяжку, демонтировали. Аккуратненько, чтобы не зацепить этот металлопласт, мы его, грубо говоря, пока временно пристрелили к стенке. Вот, демонтировали пенопласт. И будем здесь переделывать иномизацию. Здесь у нас получается, если видно, ну, здесь был унитаз. Здесь был унитаз, и вот в этой вот части у нас был умывальник. Умывальник был заведен 32-й трубой, и она вот здесь вот, видите, видно, вот так она была. Здесь шла 32-я труба, непосредственно уже к вот этому вот умывальнику. Здесь, видите, видно, где сняли 90-е углы. Хотя я уже об этом говорил, что это не совсем это корректно. И сейчас мы будем, здесь вот раздолбили стяжку, если видно, мы начали подготовку. Мы будем опускать его вот так. Опустим вот так стояк. Вот в этой части, если видно, стоят у нас счетчики, да, и пошла трасса на второй этаж. Вот эти вот все водомерные узлы, все краны и тому подобное, мы будем переносить под лестницу, чтобы был у нас доступ, чтобы можно было спокойно его обслуживать. А здесь все, вот эта вот часть стены будет зашиваться блоком десяткой, и здесь уже будет полноценная у нас душевая кабина. Здесь, если видно, как бы была вот изначально здесь вот перегородка. решили мы немножечко ее убрать, для того, чтобы можно было сделать нормальный, полноценный санузел с ванной комнатой. Вот. Перенесли, здесь сделали блоком стенку. Все это попереносили. Как я говорил, вот эти вот все вещи мы переносим под лестницу. Здесь будет у нас душевая кабина, полноценная, нормальная. Метр. Вот. Так. Здесь будут встроены смесители в стенку. Будет сюда еще устанавливаться инсталляция. Почему мы и переносим канализацию. Здесь будет инсталляция стоять. За инсталляцией, возле инсталляции у нас будет псевдо-биде. Возле унитаза. И здесь еще будет стиральная машинка. Что мы изначально, как бы, делаем? Изначально мы приобретаем все чистовые, именно сантехнические приблуды. Это смесители, инсталляции, какие-то, если будут, полотенцесушители. А потом, конечно, мы начинаем всю эту полноценную разводку. Сейчас я расскажу, что мы приобрели. Если видно, здесь у нас будет вот такой, вот, как я говорил, в душевой кабине трап. Будет, трап будет, он получается у нас, если здесь видно, 95 сантиметров. Фирма Аутопласт. Он идет с нержавейки. И поворотная, вот здесь вот такая вот система выхода канализации. Дальше. Как я и говорил, встроенные смесители. Это получается у нас на душевую кабину. Здесь будет устроенный айсбот. Такого плана. Это обязательно нужно покупать, потому что от этого уже потом будет полностью вся, зависит раскладка нашей чистовой установки. Чтобы, ну, вот эти вот вещи, они изначально, как бы, айсбокс монтируются в стенах. Так же самое здесь. Здесь видно, у нас для гигиенического душа будет также айсбокс. И вот тоже сразу же надо будет, чтобы он уже был. Полотенцесушитель. На полотенцесушитель мы будем брать вот такие вот краны. Кстати, фирма ВИР довольно неплохие делают краны. Если видно, как бы удобно для монтажников, что они идут удлиненные. Получается, когда полотенцесушитель мы ставим, не надо никакие будут хромированные удлинители там дотачивать. У нас все аккуратненько будет вот так. Здесь еще вот такая чашечка идет в комплекте. И вот так он будет заподлицо со стенкой. Такой будет один хромий полотенцесушитель. Кстати, очень удобно. Что еще? Приобрели вот такую вот инсталляцию. Инсталляция у нас фирмалка. И к ней еще приобрели вот такую вот кнопочку. Чем удобно, чтобы в алкопласте, получается, вот эти вот, все эти кнопки, да, чистовые, они из разных видов. Но это довольно такой интересный вариант. Если здесь видно, она идет у нас уже дюралевая. Здесь, если, например, при нажатии не остается никаких отпечатков пальцев. Здесь, ну, нету никаких разводов. Если видно, все, все идеально, как бы, чистенько. При нажатии ничего не остается. Кстати, довольно удобное. Рекомендую. Ребята, сейчас, как я и говорил, да, будем переполнить, все это все переделывать. И уже стараться с минимальными затратами сделать так, чтобы был максимальный результат. Так что следите, что у нас получилось. А мы поехали. И таким вот образом мы повесили уже другой котел. Обрезали его. Как я еще раз повторюсь, это, получается, бюджет-переделка. И мы использовали эти же соединения, которые были на предыдущем котле. Сейчас мы будем сюда подводить еще, если все видно, у нас будет выход под кабельник. Еще будем сюда устанавливать и заводиться уже трубку конденсата уже, непосредственно, уже в канализации. Еще, смотрите, это двуконтурный, это одноконтурный. Принцип работы двуконтурного подходит холодная вода, выходит горячая вода. В этом же случае отдельно идет на отопление и отдельно идет на подогрев больного. Вот это вот, получается, у нас будет для подогрева бойлера. То бишь, пошла подача на бойлер, нагревает наш бойлер и выходит уже обратно, непосредственно, уже в котел. Не путаем. И получается чисто только для отопления. Здесь, если видно, у нас пришла холодная вода. Вот она. Здесь идет холодная вода. Она идет на котел и назад уже возвращается горячая вода. Идет на мойку. Холодная идет на мойку и горячая. Сейчас мы что делаем? Вот видно, я обрезал тройничок. И здесь обрезал тройничок. Все. Вот эти вот трубы мы выкидываем. Мы их убираем. Вот здесь еще идет на полив на улицу труба. Вот этих вот мы две трубы убираем. И отсюда уже заводим уже, не все равно, на бойлер. А здесь мы уже будем брать уже с бойлера и подсоединяться уже к нашим вот этим выходам холодной и горячей воде. Сейчас вам покажу, что мы сделали в ванной комнате. В ванной комнате мы здесь сделали вот такую траншею. Здесь мы будем сюда прокладывать канализацию для нашей инсталляции. И здесь вот сюда пошла для нашего умывальника. Еще будем здесь выждравлять для того, чтобы его спрятать в нишу. Вот эти вот все вещи, как я говорил, будем переносить уже за эту стенку. И там будет уже под лестниц оставиться бой. Вот видно подвод холодной воды. Мы его уже обрезали. И будем разворачиваться в ту сторону. Сейчас вам покажу, что должно принято получиться. Мы сейчас здесь набросали. Приятно, какой должен вариант у нас выйти. Сейчас вам покажу. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Вот здесь у нас будет... Сейчас вам разверну. Вот это будет у нас... Сейчас я ближе поставлю. Встанем вот так. Вот в этой части у нас будет... Вот в этой будет стоять душевая. Здесь будет стоять инсталляция. И, как я повторюсь, умывальник. Вот это будет вот так все это выглядеть. Вот здесь будет умывальник. Душевая с встроенными нашими уже выходами под лейку. Сразу же рядышком будет стоять инсталляция и умывальник. Вот так вот так инсталляция, умывальник, полотенцесушитель на вот этой стороне. Так это все будет выглядеть. Здесь еще видно, что в углу... В углу вот здесь вот умывальник. Он будет вот здесь стоять. В этой части умывальника. И сразу же в углу будет такой вот пенал. Так что, в дальнейшем уже покажем, что у нас получилось. А сейчас мы будем раскладывать канализацию. И уже заводить и устанавливать сюда каркас для инсталляции. Вот так мы здесь проложили канализацию. Здесь получается у нас идет сто десятое. Здесь поставили тройник. Сто десять под сорок пять. Здесь также поставили тройник. Сто десять под сорок пять. Пошли на инсталляцию. Переход. И дальше уже пятьдесятки мы завели уже под наш умывальник. Вот. И сделали два выхода холодной и горячей воды. Что еще сделали? Установили здесь инсталляцию. Как я говорил, фирма «Алка». Вот. Сделали рециркуляцию на полотенцесушитель. Пока мы его не вешаем. Сейчас будут, как я говорил, да? Четновые работы сделаны. Сейчас будет заливка здесь вот этого вот всего. Вначале мы все это зальем. А потом только уже, когда оно уже немножечко схватится, уже будем разлаживать пеноплекс или пенопласт. И дальше уже разматывать здесь теплый пол. Ну, вот этот вот металлопласт, который здесь уже был. Мы будем его стараться дальше его разматывать. То, что тут покажем, что у нас получится. Здесь, если видно, да, то, что было и то, что у нас стало. Здесь у нас прошла холодная вода на второй этаж. Здесь идет горячее. И назад возвращается рециркуляция. Так же, как я говорил, полив пошел в одну и во вторую сторону. И от котла, здесь вот видно, вот две ветки. Это, которые идут от котла на более. Вот красная и синяя. Вот они идут. Сразу же у нас поднимаются. Вот, и пошли в ту часть. Здесь мы что сделали? Просверлили отверстие, если видно. Здесь вот просверленное отверстие. Выбили вот эту вот часть. И спрятали, завернули ревизию уже в ту сторону. Здесь все это будет зашиваться. Мы вначале думали трубу пустить по этому краю. Но решили как бы заморочиться. Пускай это, конечно, гораздо сложнее. Но так будет сократиться место. И зашивая у нас будет гораздо попросторнее. После того, когда мы инсталляцию все это поставили, мы только начинаем выводить после этого. Когда мы уже знаем, что у нас здесь будет инсталляция, будет там слой гипсокартона и слой плитки, мы уже четко можем вывести в наши выходы для гигиенического душа. Это получается, вот здесь будет гигиенический душ. И выходы для нашего смесителя с тропическим душем. И потом будет зашиваться все в одну стенку. На самом верху инсталляция. И вот эта вот часть для душевой. Все будет зашиваться в одну стенку. И здесь будет стоять стекло. И еще одно стекло раздвижное будет для душевой. Также, когда все это зальется, мы уже будем потом уже устанавливать вот этот трап на выход канализации уже. Сейчас я вам покажу, что мы сделали в той части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА